Показывает кинокомпания Метро Голдвэн Плайд. Работает ли вообще техподдержка ромка? Давайте проверим. Здравствуй, мой юный друг. Это видео имеет исключительно познавательный характер. А имя? Как выявить чьи? Скидер выйдет самый первый и проголосует за меня или за кого-нибудь другого. Что мы делаем? Первое. Проверяем его аккаунт. Обратите внимание. Немножко не совпадает, правда? То есть этот человек играет через софт. То есть через стороннюю программу. Аналогичная ситуация. И здесь тот же самый человек с тем же самым аккаунтом. Но ник в игре изменит. Конспираторы. Ебей его, вдыхло. Что мы делаем? Заходим с ушел в клап. Нажимаем на эти три великолепные точки. Блокируем. А потом пишем жалобу. Так рекомендует действовать Рокстар. Полная шняга. Пишем на любом языке. Хоть на китайском. Но желательно нам. Ну а мы идем дальше. Заходим в техподдержку. Выбираем черепашку. Кого, блядь? Последнюю строчку. Здесь указываем платформу. В нашем случае это ПК. Пишем дату, когда мы повстречали данного персонажа. Указываем его ник, который был у него на аккаунте. Ну и пишем пожелания. Сдохни от рака, падай! Выправляем. Ну а теперь самое главное. Это пресловутая софтина. С которой Рокки имеют свою долю. Вот он. Дешевеет с каждым днем. Видимо такая популярная. Прописываю название этого дерьма. Кстати, за это дерьмо, пускай и вяло, все-таки банят. Чем опасно это дерьмо для простого честного игрока? То, что читер может вас крашить. Купи софтину и он тебя кражить не сможет. У вас будет вылазить ошибка. Двести, тридцать тысяч. Эта ошибка довела в ноги до белого коленя. Читер по своей природе очень ранимая натура. Обидеть его можно очень легко. Например, случайно застрелить в перестрелках. И все. И он будет решать, играть вам или нет. Не ленитесь, отправляйте репорт.